МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Конфликта в Нагорном Карабахе. Но я этот вопрос сегодня обсуждать подробно не буду, потому что идет много противоречивой информации о том, что там происходит. Мы об этом подробно поговорим в среду. А сегодня я хочу остановиться на вопросах такого общего порядка, связанных с названием нашей передачи. Как ни странно, и с тем, что, оказывается, с 1998 года, например, в вооруженных силах Великобритании была основана целое подразделение, непосредственно занимающиеся вопросами информационной войны. Оказывается, согласно военной доктрине Великобритании, еще с конца 90-х годов они рассматривали любое воздействие на шестом приоритете на уровне вооруженных сил обязательно в сочетании с информационно-психологическим воздействием на население тех стран, против которых планировались любые действия, не только вооруженные. И вот это подразделение, оно на самом деле достаточно интересно с точки зрения структуры, с точки зрения задач, и с точки зрения того, какие задачи методически, как они это все делают. В 1998 году такое подразделение было сформировано, оно потом было переименовано. Согласно особой директиве, слова «информационная война» англичанами не используются. Сначала они использовали словосочетание «информационные операции», для того, чтобы это выглядело не так агрессивно. А затем они переименовали и создали 15-ю бригаду психологических операций, «пси-опс» так называемая. И вот это подразделение, оно на самом деле очень интересно с точки зрения методики. Ну, понятное дело, речь идет прежде всего о средствах массовой информации. Причем технологии работы этого подразделения настолько, ну, как бы современные, что, знаете, вот эти вот самолеты радиоэлектронной разведки, которые называются «Авакс», с вот этими вот грибами на борту, они на самом деле оборудуются иногда таким образом, что они позволяют, например, над территорией, над которой планируются боевые действия, либо которые уже ведутся, полностью закрывать вещания местных телевизионных центров, полностью перекрывать способами электронной борьбы вещания наземных центров и заменять вот эту вот картинку телевизионных каналов своей. Эти технологии были применены в Ираке, эти технологии применялись в Афганистане, они доказали свою эффективность. Но это понятное дело, что касается непосредственно боевых или околобоевых, или прифронтовых таких действий. Но в целом вот это направление работы, которое наши западные партнеры практикуют против своих вероятных противников, оно на самом деле в мирное время в основном базируется на социальных сетях. Причем базируется не только с точки зрения, знаете, вот блогеров, которые за деньги или даже в темную начинают постить по списку, постить — это английское слово — размещать. Те или иные темы, те или иные вбросы. Причем делается это технологически, очень грамотно, знаете, в рамках горизонтального договора. Есть один источник, его тут же подхватывают, например, там несколько тысяч блогеров, которые по сети быстренько распространяют, и вот эта информационная волна любого сообщения, будь то часы Пескова на свадьбе, либо будь там еще какая-нибудь информационная провокация, волна эта достигает объемов, ну, наверное, уровня федерального канала, как будто бы посмотреть новости на первом канале. И вот эта технология, она работает. Я это все сегодня говорю с тем, чтобы еще раз подчеркнуть значение того, что мы делаем в эфире, подчеркнуть то, что даже несмотря на то, что структурно в Российской Федерации об этом не говорят, такие же подразделения наверняка есть и у нас, но мы с вами как граждане, мы должны понимать, что вот эта вот работа, которая с Запада финансируется, на самом деле для нас она, поскольку мы являемся отражающей стороной, для нас она даже не столько в заработке. То есть, понятное дело, это какой-то там бизнес. То есть, записаться в команду и получать там зарплату для того, чтобы нажимать кнопочки на мышке или там на клавиатуре, это, конечно, очень здорово. Но с точки зрения того, чем чревата вот эта ситуация, чем она грозит, то вопрос денег здесь, наверное, уже пятый. И нам с вами стоит подумать над тем, чтобы создавать, знаете, вот такие вот виртуальные структуры, которые, они уже и сами по факту стихийно создаются, когда появляются определенные блогеры, причем они все русскоязычные, причем они часто очень находятся на территории Украины, Прибалтики и даже России, особенно городов-миллионников. И когда появляется такое, знаете, массированная информационная атака, массированный вброс, то каждый человек на своем рабочем месте, имеется в виду на диване, который живет там в социальных сетях, в Фейсбуке, ВКонтакте, в Одноклассниках, должен понимать, откуда ноги растут и что на самом деле за этим стоит. А за этим стоит информационная работа. Она основана, у нас был уже эфир, посвященный тематическим направлениям, она основана, например, на отрицании нашей победы в Великой Отечественной войне, она основана на отрицании нашей пропаганды традиционных ценностей, она направлена, например, против закона о пропаганде гомосексуализма и так далее, и так далее, и так далее. Но самый главный удар, который производят вот эти сетевые структуры, помните, есть три колонны, фарисеи, саддукеи и есеи. Фарисеи – законники, саддукеи – вертикаль власти, а есеи – это сетевая структура, которая сама себя воспроизводит. То есть каждый элемент этой сети, он может быть и командным пунктом, он может принимать решения, он может сам бросать статьи. Вот эта сетевая структура, она на самом деле имеет цели и задачи, которые распространяются по ней. И на самом деле это и есть одна из разновидностей гибридной или сети центрической войны, и цель ее заключается не только, знаете, там дезинформация, рассказать неправду, рассказать, что все было не так, нарисовать картинку о якобы произошедших событиях, которые посеются в голове. На самом деле события были не такие, либо, скажем, преувеличены в несколько раз, а самое главное – это понизить дух. Вот эти самолеты, которые летают и закрывают вещания наземных станций во время войны, основная задача подмены эфирного вещания заключается в том, чтобы понизить дух населения на этой территории. А если боевых действий нет, то при помощи вот этих сетевых блогеров тоже основная задача – понизить дух, посеять неуверенность, чтобы люди говорили такие фразы, не, ну а что мы можем сделать, и так далее, и так далее, и так далее. Любой человек всегда что-то может сделать, самое главное – успокоиться, и самое главное – понимать, что он не один. Надо четко проанализировать, что происходит, в каком мире мы живем, и надо начинать структурироваться в какие-то виртуальные структуры, я имею в виду виртуальные, те, которые не имеют саддукейской вертикали власти. А тоже сетевые структуры, при которых люди между собой общаются, они выявляют определенных людей, которые сеют панику, например, либо откровенную дезинформацию, и с такими людьми нужно, в общем-то, работать. Методика, знаете, вот этого развенчивания всяких спикеров, которые говорят неправду, либо которые понижают дух, или которые сеют панику, она на самом деле давно уже разработана, и очень многие люди стихийно, просто в силу опыта, там, представления о том, как это надо делать, пользуются этими методами. Мы в Симферополе даже планируем открыть курсы по сетевой полемике, по дискуссии, организовать некоторые дискуссионные клубы для того, чтобы, ну, знаете, на практике, не только руками на клавиатуре, но и устно, импровизационно, так же, как это иногда происходит на хороших ток-шоу, вступать в дискуссию по тем или иным вопросам с главной задачей, а задача в сетях, она такая же, как на ток-шоу. Если встречаются две противоположных точки зрения, то самое главное, чтобы в сознании зрителя, в сознании третьего лица поднять дух и понизить капитализацию, понизить репутацию противоположной стороны. Вот это вот то, что происходит на самом деле вот в этих вбросах, вот в этих сетевых баталиях, и мы с вами этим будем заниматься. Насущная необходимость такой работы, она продиктована даже не столько тем, что мы видим, что происходит, например, на телеканалах Украины или там в средствах массовой информации Запада, который спит и видит, поливая грязью Российскую Федерацию, а мы это можем еще видеть на примере того, что на Украине произошло в результате информационной подготовки 25-летней, ну по-хорошему, где-то с 2003 года, с 1 Майдана, с 2004 года, когда обработка населения, смена элит, когда государственников, если они выстрелили, так убрали, и внедрение в сознание коллективное украинского народа о том, что Запад это все, а Россия это ничего, и привело в результате к тому, что государственный переворот получился, и в результате этого государственного переворота всего лишь два года прошло. Пан Гимун, генеральный секретарь Организации Объединенных Наций, буквально на днях в Бейруте, он встречался с лидерами ближневосточных стран, с министрами обороны, и там он в своем докладе сделал очень интересное заявление о том, что Украина и страны Прибалтики, скорее всего, выбрали не тот путь развития, и это самые вымирающие страны в мире. То есть, абсолютная власть, которая пришла, захватила власть, то есть, вот эти вот элиты, возглавляемые Порошенко и Цинюком, там Аваковым и другими, она не пользуется авторитетом у народа, это Пан Гимун сказал. А экономическая ситуация, катастрофическая, люди бегут из страны, в общем-то, работы нет, разваливается все производство, это не только на Украине, это еще и в Прибалтике. И при этом получается, что среди лидеров самых вымирающих городов в мире, как ни странно, находится город Днепропетровск. Пан Гимун привел статистику, сколько жителей было в Днепропетровске, там более миллионов, в 1991 году и сколько в 2015. Там оказывается потеря порядка 300 тысяч человек, то есть Днепропетровск уже не миллионник. Вот это осязаемый реальный результат того, к чему приводят, нельзя сказать, что на Украине была прям явная вооруженная иностранная интервенция, хотя она по факту произошла. Эта интервенция произошла при помощи информационных технологий, при помощи того, что телевизор, журналисты, их корпус достаточно объемный, который днями и ночами тренировался, обучался, получал цели полагания, им заплатили каких-то денег, они даже получили там призы, некоторые из них стали депутатами Верховной Рады. Вот это все элементы информационной работы. И получается, что основная масса населения, которая понимает, что что-то не так в этом королевстве, тем не менее ничего не может делать, потому что эти технологии людям недоступны. Они, с одной стороны, не могут сильно раскрывать рот и рассказывать, что они думают, потому что там есть охранка и там есть определенное давление на инакомыслящих. Вон сколько людей у нас в Крыму и сколько людей эмигрировало там в Ростов, Воронеж, в Москву. Но результаты осязаемые, это информационные работы, корни которой ведут в Лондон, ведут вот в эту 15-ю бригаду, которая, кстати, имеет название «Фиолетовые», «Перпл», которая планирует эту работу против стран постсоветского лагеря и, прежде всего, против России и Украины в том числе. Вот это все нас, в общем-то, и понуждает думать над тем, как структурироваться, как создать некоторые структуры, способные, ну, во-первых, противодействовать, и не только в оборонительном таком характере. Знаете, там нас забрасывают какими-то там сообщениями, а мы отвечаем. Нет. Самое главное еще и переходить в наступательную позицию и не только развенчивать, но и всем нашим территориям, которые являются территориями историческими русского мира, это Украина, Молдавия, Приднестровье, страны бывшего Варшавского договора, нужно занимать вот эту позицию в ментальном поле и нужно рассказывать, что хорошо, что такое плохо и так далее, и так далее. И вот только с наступательной точки зрения мы можем в этой информационной войне победить. Это то, что касается англичан, которые не спят, оказывается, работают, не зря едят свой хлеб и достаточно эффективно, если посмотреть на результаты работы на Украине, достигают своих целей. Нам нужно их переиграть, если не ресурсами, то, во всяком случае, креативностью. Но информационная война, которую мы с вами обсуждаем в каждом эфире, она касается не только, знаете, вот этого явного агрессивного противодействия с той стороны, когда непосредственно целые структуры военизированы, информационные, обеспеченные там всевозможными дата-центрами, электронными системами, самолетами, спутниками, кадрами. Там подразделение вот это, Purple, 15-я бригада психологических операций Великобритании, оно насчитывает примерно 2000 штатных сотрудников, не считая, в общем-то, агентуры блогерской, которая рассредоточена по всей Восточной Европе. На самом деле информационная война еще и происходит вот на каком уровне. Недавно попался нам текст интервью. Этот текст, ну, в общем-то, он открытый, ничего там такого особенного нет, но это текст интервью с преподавателем одного крупного московского вуза, который практикует, у нас, согласно законодательству, после сдачи ЕГЭ, в общем-то, студенты имеют право поступать с определенным набором баллов, поступать в те или иные вузы. Но в некоторых вузах, например, практикуется такая операция или такое событие, как написание установочного диктанта. Особенно это для гуманитариев очень важно, для журналистов, для философов, для людей, которые относятся к профессии человек-человек, когда речь идет о коммуникации, когда речь идет о языке. То есть вы можете прийти с определенным количеством баллов там по ЕГЭ, но, тем не менее, затестировать и проверить, а как у нас там с языком, это всегда полезно, и поэтому люди производят установочные диктанты. И вот ситуация, которая в этой справке, фактически аналитическая, она на самом деле катастрофическая. Из 229, ну вот представьте себе, в прошлом году, в 2015, на таком установочном диктанте тестировалось в один день 229 детей. На одну страницу, ну, во-первых, написавших без ошибок не было вообще, 18 процентов, 8 процентов детей, ну, нельзя сказать детей, ну, 17-18 лет, это еще дети, 8 процентов написали не более 8 ошибок на страницу, а 85 процентов написали с ошибками, ну, по русскому языку, диктант на слух написать правильно, написали с ошибками, ну, так, начиная от 25 вообще на весь диктант. То есть катастрофическая ситуация складывается в сфере языкознания, в сфере знания родного языка, в сфере написания, и вообще умение, речь уже не идет о том, чтобы правильно писать на клавиатуре, а речь идет о том, чтобы на слух воспринимать родную речь, ну, либо речь межнационального общения, и правильно записать от руки все, ну, согласно всех правил и знаний русского языка. Русский язык непростой, мы с вами все знаем, но сложившаяся за последнее время ситуация, которая форматируется, безусловно, интернет-технологиями дети книг не читают. Дети книг не читают по нескольким причинам. Одна из них, конечно, та, что, ну, смотреть картинки, смотреть фильмы, игры играть, это намного энерго, ну, как бы, скажем, требует меньших затрат энергии, а читать книгу, читать абстрактный текст и у себя рисовать образы, которые, ну, вот эта вот трансформация абстрактного текста в образы, которые становятся своими, называется усваивание текста, вот этого труда дети у нас в последнее время себе не дают, и система образования, которая складывается, которая строится только на то, чтобы заполнять галочками варианты ответов, а книг не читать. Не писать сочинений, не писать диктантов, не разрабатывать навыки, связанные с тем, чтобы демонстрировать, применять знания языка родного и во всех направлениях, со слуха в письмо, с письма в речь разговорную, устное говорение и так далее, и так далее. Вот этот преподаватель, который дал такое интервью, оформленное в специальную справочку аналитическую, он говорит, что у нас с вами складывается достаточно катастрофическая ситуация вообще с образованием. То есть с коррупцией как-то эта система борется, безусловно, но с точки зрения качества знаний, с точки зрения количества допускаемых ошибок, особенно в гуманитарных сферах, а как ни крути, гуманитарные дисциплины, они являются столбовыми, они являются самыми важными, поскольку речь идет о человеческом обществе, о взаимодействии между людьми, о прохождении информации во всех направлениях, командных, управленческих, даже управления с точки зрения жизни в семье, люди между собой в семье толком договориться не могут, потому что речь не развита, потому что реакции психологические не отработаны, потому что модели поведения через русскую литературу, через этику, через всевозможный набор того, чем славилась русская культура на протяжении 19-20 века, получается ситуация, что наши современные дети сегодня этого лишены. И вот эта проблема, она похлеще, наверное, непосредственно информационной войны 15-й специальной бригады психологических операций, потому что такое чувство, что вот этот перехват управления на уровне образования, он произошел не сегодня и не вчера, и не позавчера, ему уже достаточно много лет, но нельзя сказать, что этот процесс неуправляемый. То есть, опять же, как в каждом эфире нашей программы, мы с вами подходим к тезису о том, что основная проблема, основная цель, основная задача вообще государственной безопасности с точки зрения во времени, не сегодня на завтра, не этот месяц, не этот квартал, а, например, то, что будет через 10-15-20 лет, есть и такая безопасность. Она вся сосредоточена, безусловно, в кадровом корпусе всех управленцев, всех, просто всех людей, живущих на территории Российской Федерации. И если уровень интеллектуальный понижается, если люди разучаются говорить, писать, взаимодействовать между собой, писать письма, писать докладные записки, вообще коммуницировать на любом уровне, то это понижает вообще дееспособность государства, всех его органов, всех его, ну, потому что везде живые люди, которые получают определенное образование, которые, в принципе, по итогам школы должны выйти на уровень, когда они способны дальше самообучаться без участия учителей. А вот эта вот формализация, чтобы, ну, было заполнено там определенное количество галочек, чтобы было определенное количество баллов, чтобы было определенное количество документов, и при этом практически на самом деле любое предприятие, берущее себе на работу молодых выпускников любых вузов, оно занимается на самом деле переучиванием, до образованием и до просвещением всех молодых выпускников. И это на самом деле большая проблема, потому что вот те же самые спецоперации, ну, подразделения психологических операций, они прекрасно это все понимают, и они могут использовать вот неприготовленных, неподготовленных детей для того, чтобы перехватывать управление по любым вопросам. А дальше мы можем с вами вспоминать, какие списки вопросов у них стоят в приоритете. Это патриотизм, все, что с ним связано. Это любовь к родине, это семейные ценности, это пресловутое движение Child Free, когда 20-летние девушки ходят на митинги и рассказывают, дети вот не нужны, экономически их содержать невозможно, и так далее, и так далее, прерывается род. И вот все вот эти вещи, они в конечном итоге направлены на то, что когда, не дай бог, случится, например, ситуация, как было в Афганистане и в Ираке, то вот эти вот британские аваксы или самолеты, которые могут перехватывать телевизионное вещание и закрывать своей картинкой, они могут тоже без определенного количества выстрелов, без траты больших боеприпасов, в общем-то, войти на эту территорию, потому что люди будут перепрограммированы даже в силу непривитых, знаете, антивирусов, непривитых знаний, непривитых умений, бесцельных, которые не знают, что они делают, которые не имеют стратегических жизненных целей. А мы с вами, как взрослые, с ними об этом говорим мало, а ситуация, которая складывается в системе образования вообще, она, безусловно, имеет определенные изъяны. Вот эта же система ЕГЭ, которая, ну, как бы против коррупции, против того, чтобы там учителя получали какие-то взятки за то, чтобы поставить ребенку ту или иную оценку, безусловно, с коррупцией можно победить. Но главная эта цель в иерархии ценностей, это все-таки не коррупция преподавателей, а самое главное, чтобы дети, которые достигают 18-19-20-летнего возраста, могли выйти максимально приспособленными к жизни. И в установочных диктантах, например, в журфак, они не будут писать по 30 ошибок на 3 страницы, по 10 ошибок на страницу. И это принципиально важный вопрос, долгосрочность стратегии национальной безопасности. Этот вопрос я сегодня тоже хочу поднять для обсуждения общественного, и если есть какие-то соображения, если есть какие-то мысли относительно того, что как структурно, как бесструктурно, в общем-то, понятно. Мы с вами будем общаться, мы с вами будем эту идею распространять, но весь вопрос стоит в том, как структурно продвинуть, как найти единомышленников в системе образования, в системе родительских общественных организаций и так далее, и так далее, потому что эту задачу нужно решать. От этого зависит, как будут жить дети и внуки в нашей стране через 20, 25, 30 лет. Кроме того, что система образования вот так вот лагает, на самом деле я вот недавно посмотрел первый выпуск большой КВНа, и это было в Красной Поляне, по-моему, и там один из номеров, одной из команд, которые там были соискателями на участие в конкурсе всего этого года, они сделали такой номер, знаете, о 300 спартанцах. А, что такое 300 спартанцев? Это мужчины, которые встали там на фермопилах, да, и закрыли там дорогу, там, огромная армия, которая их превышала там в несколько, причем десятков, а то и сотен раз. И в этом шуточном номере разыгрывалась ситуация, что среди этих 300 спартанцев был человек, который нас, знаете, так, шуточками, прибауточками, все время там, ну, я пошел. Ну, и, вы знаете, весь зал смеется, а на самом деле вот так вот в темную, вот так вот со смешками высмеивается основная характеристика русского народа. Я имею в виду русского в широком смысле слова. Это всех народов, говорящих на русском языке, которые, в принципе, воины и защитники. Даже те через телевизор, даже через вот эти смешные номера все время идет размывание основных ценностей. И если бы я, например, не знал, что у 15-й бригады психологических операций вот этот пункт прописан одним из первых, я бы даже никогда не свел общих концов между КВНом и, например, и британскими психологическими войсками. И это тоже является одной из важных проблем того, что мы с вами планируем сделать на этом поприще, потому что основная задача безопасности – это привить все население и вообще различать добро и зло. развлечения. Есть писание, предание, но самое главное, что нужно в наше время – это развлечение. В эфире была «Информационная война». Спасибо за внимание. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Семкин Корректор А.Егорова